Обновленный третий Ведьмак вернулся спустя 7 лет, чтобы вновь наказать видеокарты. Но, к сожалению, далеко не все хорошие игры получают ремастеры. За последние 15 лет вышла куча проектов, которые стали культовыми, но выглядят сейчас не так, как вы их помните. Пока я готовил материал, я залип, прокачивая персонажей в мрачной Disciples 2, а потом в генералах с HD-текстурами и фильтрами прокачивал китайские танки и сопровождал кортеж лидера запрещенного государства. Материал писался дольше обычного, потому что было сложно оторваться, но это того стоило. Давайте возродим интересные проекты, соберем собственный Next-Gen-мод любой любимой игры детства или прокачаем картинку в почти любом современном проекте, вплоть до внедрения трассировки лучей. На связи МК, сегодня говорим про графические лучшайзеры для игр. Поехали! В ДНС сейчас продают ноутбуки серии Redmi Book 15 с процессорами i3 или i5 11-го поколения. На таких машинах можно не только запускать и прокачивать старые игры. Встроенная графика Intel Xe способна тянуть современные онлайн-проекты. Почти 1000 баллов 3DMark Time Spy, отличные показатели в Cinebench R23 и система охлаждения, которая вытягивает 28-ваттный процессор даже под жесткой нагрузкой. Ноутбук не перегревается и не шумит. Redmi Book 15 подойдет не только для работы. Он спокойно тянет простые игры с хорошим FPS в Full HD разрешении на средних настройках графики. Ноутбук имеет 15,6-дюймовый Full HD экран, легкий и тонкий корпус и держит зарядку до 10 часов. Имеет хорошую клавиатуру с полноценными стрелками и Escape, а также множество портов, включая Ethernet. Данные Redmi Book 15 с четырехъядерным процессором i5-11320H в DNS стоят 49999 рублей, с процессором i3 – 39999 рублей. Ссылки на Redmi Book 15 в DNS ищите в описании. И начнем издалека. С тех игр, когда они были еще квадратные. Поддержка широкоформатных разрешений начала появляться ближе к середине нулевых. Не спешите с головой окунаться в прошлое и играть с черными рамками. Достаточно установить так называемый Wide Screen Fix. Они были созданы для популярных игр тех лет, включая GTA, NFS, Max Payne и множество других. Ссылку на крупный сборник фиксов под широкоформат я оставлю в описании. Но если там нет нужного вам тайтла, найти в интернете исправление под него обычно не составляет труда. Также в этом часто помогают сайты ModDB и PC Gaming Wiki. Теперь игра работает на полный экран. Но вот графика, которая лет 15 назад казалась завораживающе красивой, помню как впервые включил Porsche Unleashed, теперь в такие игры не играют даже на смартфоне. К счастью, и здесь обычно можно найти выход, а то и несколько. Самый лучший — это поиск улучшенных или HD текстур. Хватает людей, которые вручную или при помощи нейросетей повышают разрешение используемых в игре текстур. Да, обычно до полноценного ремастера такие доработки не тянут, но освежить старенькую Half-Life 2 или Morrowind вполне можно. Где брать HD текстуры? Лучше всего на Nexus Mods. Или опять же ModDP. И там, и там они выкладываются абсолютно бесплатно с инструментариями, отзывами и сравнениями. Текстуры прокачали, но это еще не все. Отсутствие нормальных сглаживаний, тусклая гамма, проблемы с освещением — все это хорошо бросается в глаза после современных ААА-проектов. Это можно поправить с помощью фильтров постобработки. Идея тут проста. 99,9% всех игр работают при помощи различных версий DirectX, OpenGL или Vulkan. Это позволяет уже после того, как движок подготовил кадр, наложить на него множество эффектов. Например, добавить HDR, внедрить быстрое сглаживание FXAA или SMAA, увеличить резкость. Как итог, игры начинают выглядеть куда приятней, и при этом такие эффекты оказывают минимальное влияние на производительность. Проще всего таким образом облагородить старенькую игру можно при помощи небольшой утилиты Reshade, которую можно бесплатно скачать с официального сайта. После этого нужно на сайте SweetFX Settings подобрать самый красивый на свой вкус пресет для игры и также его скачать. Дальше просто. Запускаем Reshade, выбираем необходимую игру, ее IP, можно его загуглить. Если игра совсем старая и работает на DirectX 8, понадобится небольшая библиотека, которая переведет вызовы отрисовки на DirectX 9. Ссылка на нее будет в описании. Все, что нужно, переименовать файл D3D8DLL и закинуть в папку с игрой. В Reshade выбираем также API в DirectX 9, после чего указываем утилиты на скачанный пресет. Вот и все. Теперь просто запускаем игру, как обычно, и слева сверху должна появиться на время табличка с надписью о том, что Reshade работает. В самой игре можно отключить такую постобработку, чтобы сравнить картинку с ванильной. Для этого нужно нажать кнопку Home, перейти в Settings и задать кнопку для опции Effect Toggle Key. Вот как это работает на генералах. Что касается количества игр, под которые есть готовые пресеты, то оно крайне велико. На данный момент в базе SweetFX более 2500 проектов, так что с высокой долей вероятности вы отыщите там любимую игру. Также нужно помнить, что с помощью Reshade можно изменить картинку таким образом, чтобы было проще играть в онлайн проектах, поэтому некоторые античиты могут на него срабатывать. Во избежание бана, лучше не используйте эту утилиту в киберкотлетных играх. Хорошо, паки текстур накатили, пресеты через Reshade тоже. Что дальше? Теперь прокачаем игру силами драйвера. Так, в панели управления Nvidia или Adrenaline от AMD можно создать виртуальное разрешение, которое больше реального, после чего установить его в игре. Как итог, получится аналог крутого SSAA-сглаживания, который уберет и лесенки, и сделает картинку четче. Из минусов, возможно, в игре станет слишком мелкий шрифт. Как поиграться с масштабированием мы рассказали в одном из предыдущих роликов. Ссылочка будет в описании. Что еще можно улучшить через драйвер? Например, в программных настройках 3D-панели Nvidia можно включить анизонтропную фильтрацию текстур, чтобы сделать их четче на удаление от игрока. Большому количеству старых игр этого очень не хватает, да и с новыми временами есть проблемы. Также там есть и FXAA-сглаживание, и даже более продвинутая многокадровая MFAA. В случае с AMD в Адреналин также можно включить, например, фильтры резкости. Ну и под конец самое продвинутое, что можно сделать с игрой, это залезть в работу ее движка и изменять вызовы рендеринга. Это открывает огромные возможности по модификации. Можно изменять тени, отражение, глубину резкости, затенение и самый пик, добавить трассировку лучей. Пожалуй, такие модификации вкупе с паками текстур и решейд можно уже назвать полноценным ремастером, со всеми вытекающими проблемами, ибо добавление того же RTX ON может в разы просадить FPS. Но если мы говорим о старых играх, где обычно производительности ходь через край, ею вполне можно пожертвовать для получения отличной картинки. И самая популярная модификация шейдеров это ENB Series или просто ENB. Увы, какой-то общей библиотеки для всех игр, как в случае со SweetFX, тут нет, так что придется выискивать такой лучшайзер на мод DP или Nexus Mod. Есть ли смысл так париться? Конечно, да. Просто посмотрите, каким красивым может стать 10-летний Skyrim, а 15-летняя GTA 4 после графических модов и трассировки лучей легко обгоняет ванильную пятую часть. А вот это 20-летний Morrowind. Так что если видеокарта позволяет прокачать картинку в старой игре, стоит это сделать. Окей, мы разобрали улучшайзеры, которые работают в большинстве игр и на любых видеокартах, но что если не хочется копаться в конфигах, устанавливать моды и прочие танцы с бубном? Можно ли получить красивую картинку в пару движений ползунков? На видеокартах Nvidia, да, компания разработала собственный оверлей управления постфильтрами, который называется Freestyle. Однако работает он не на всех картах, требуется решение линейки GTX 700 и выше, нужно установить GeForce Experience и активировать в нем внутриигровой оверлей. А дальше просто в любой игре с ее поддержкой, которых уже пара сотен, достаточно нажать Alt плюс F3, выбрать Freestyle и двигать пару десятков ползунков и менять три десятка настроек, сразу же наблюдая за изменениями. Опять же, возможностей тут хватает, есть и цветкор, и фильтры резкости, эффекты HDR. Да, по возможностям такой постфильтр дорешейт и тем более ENB не дотягивает, зато он проще в настройках. Кроме очевидных графических проблем старых игр, есть еще некоторые скрытые, которые обычно касаются производительности. Самая основная заключается в том, что многие игры, даже в начале 2010-х, активно использовали только одно ядро процессора. Разумеется, в те времена, когда за FPS никто не следил, и 30 кадров зачастую были роскошью, поэтому проблем это не вызывало. Однако сейчас, когда хочется насладиться тем же Far Cry 3 сотней другой FPS, эта проблема активно дает о себе знать. Одно ядро грузится на 100%, из-за чего страдает и плавность, и отзывчивость управления. Сейчас, когда даже 16-ти ядерным процессорам никого не удивить, может помочь лайфхак. В диспетчере задач на вкладке подробности находим процесс игры, после чего в меню «Задать сходство» оставляем только одно ядро, применяем изменения, а потом возвращаем все и возвращаемся в игру. И если повезет, теперь нагрузка по ядрам будет распределяться равномерно, из-за чего и FPS вырастет, и отзывчивость повысится. Увы, работает это не во всех играх, но, например, в той же серии Far Cry поможет. Есть и другие проблемы. Например, та же GTA 4 настолько плохо портирована с PS3, что даже на современных процессорах могут быть просадки до 30 кадров. А ведь игра вышла в 2008 году. Тут может помочь включение слоя трансляции DirectX в Vulkan. Старые DirectX плохо работают на современном железе, не используя все его возможности, а вот низкоуровневый Vulkan как раз способен выжимать все соки. В итоге был написан DXVK. Изначально для запуска Windows игр на Linux, но, как оказалось, он отлично работает и в среде Windows. Инструкцию, как его прикрутить к старым играм, я оставлю в описании. Опять же, помним про то, что за его использование можно заработать бан в онлайн-играх. К тому же DXVK плохо дружит с оверлеями. К слову, с ним связан еще один лайфхак. Он может позволять запускать современные игры, которые не оптимизированы под Windows 7, на этой уже скоро винтажной операционной системе. Хотя, разумеется, могут быть проблемы с производительностью. Даже если разработчики забыли про свои старые игры и не горят желанием выпускать ремастеры, энтузиасты создают их сами, нередко на таком качественном уровне, что их моды становятся частью игры, как, например, в случае с обновленным третьим Ведьмаком. Конечно, нередко придется работать с конфигами, файлы в папочку перекидывать, всякие ползунки двигать, но если вы хотите вдохновить вторую жизнь в любимые игры, это точно того стоит. В комментариях пишите олдовые игры, которые советуете пройти новому поколению. От себя скажу, что вам обязательно нужно поиграть в Космические Рейнджеры 2, посмотреть на генералов и попробовать мрачную Disciples 2 из 2002 года. Наш редактор даже не слышал про такую игру. Все ссылки на софты, сайты с модами из ролика будут в описании, сразу же под ссылками на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Читайте IT-новости там. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. С наступающим Новым Годом вас, друзья! Еще увидимся!